Магазин на колесах, кафе на колесах. Очень интересный бизнес. В любой момент можно собраться и уехать работать в интересующее место. Но и без проблем перевозишь бизнес в любую точку города или даже страны. Сегодня мой собеседник Рафаэль Хабиров, основатель компании Мобитрак, производит дизайнерские трейлеры для разных видов предпринимательской деятельности. Здравствуйте, Рафаэль. Приветствую вас. Да, здравствуйте. Рафаэль, кстати говоря, Мобитрака до этого назывались «Еда на колесах». Для многих известно именно так. Итак, Рафаэль, я действительно знаю несколько видов деятельности на колесах. И я их назвал. Точки питания, магазины, кафе, я имею в виду такие небольшие передвижные, магазинчики на колесах и дома на колесах. А вот что на самом деле может быть на колесах? Вот введите в эту тему. Да, тут от фантазии клиентов зависит. Мы иногда сами удивляемся того, что мы делаем. Ну, из таких обычных это салоны красоты мы делаем, цветочные магазины, просто магазины. Естественно, футтраки мы делаем. Сейчас у нас пошли бани на колесах. Такие достаточно интересные проекты. Дома на колесах, понятно. Интересный проект мы делаем. Крио капсулы. Это капсула в трейлере 21 квадратный метр. Куда ты заходишь, до минус 165 градусов опускается температура на 2 минуты. И вот такие проекты делаем. Это в качестве оздоровительных целей. Массажные салоны. Электромобеды мы делаем сейчас с такими маленькими автолавками тоже. Офисы мобильные. Это все. Вендинг-траки еще пошло направление во время карантина. Особенно, где вообще нет продавца. И там одни вендинговые автоматы с различной продукцией. Да, слушайте, получается, любой вид бизнеса теоретически может быть на колесах. Но я не знаю, за исключением там выплавки стали. Там Мартыновская печь, наверное, в передвижной тракт не вместится. А вот кто формирует такой спектр запросов? Это вы сидите там утром, приходите с коллегами. Ну, давайте сделаем тракт такой-то. Или это вот у потребителей есть запросы? Это все идет от потребителей. Мы вообще нефтяники, не с этого бизнеса. Начали делать трейлеры. И потихоньку начался спрос на нашу продукцию. И различные клиенты с разными предложениями приходили. Кто-то кому-то зоопарк передвижной нужен был. Кому-то вот эти криокапсулы, массажный салон. И мы с конструкторами сидим. И думаю, в принципе, мы можем это сделать. И из того только из наших инициатив, то, что мы сами сделали, это бани на колесах. Бани на колесах мы сделали сами. И начали продвигать это направление. Да, я понял. Подробно вот как раз о бани я предлагаю поговорить чуть попозже, поскольку, конечно, любопытно, как это все работает. Но хотелось бы поближе познакомиться с этим рынком. Бизнес-трейлер или как вы называете, передвижные точки. Вот в России что он из себя представляет? Когда появился? Сколько игроков? Насколько он заполнен? Вот расскажите о рынке. Когда мы его начинали, рынка не было, как такового, не было спроса. Мы делали один вагон в полтора месяца. И потихоньку-потихоньку это направление начало развиваться. Сегодня мы выпускаем около 20 штук в месяц. И, я думаю, увеличимся еще где-то в два раза потихонечку. Тут надо смотреть на западные страны. Там давным-давно все это развито. За счет этого поддержка идет и малого, и среднего предпринимательства. Это легкий вход в бизнес. В отличие от... Вот, допустим, у нас основное направление – это ресторан. И, допустим, если сравнить, ты открываешь ресторан, ты должен сделать ремонт у себя в помещении, потратить там 10-15 миллионов. И если у тебя через месяц не будет там большого потока людей, ты уже ничего не сделаешь. Ты там какие бы маркетинговые инструменты ни использовал, у тебя там уже ничего не поправишь. То есть ты потерял ремонт и максимум продал оборудование. Здесь с бизнесом на колесах ты переехал, переклеил его. То есть ты на крайний случай уже, если там вообще понял, что это не твой бизнес, ты его перепродал. Это твоя собственность. То есть минимальный риск. И еще ты его купил в лизинг спокойно, так как это транспортное средство. И вот за счет этого народ начал понимать, это направление начало развивать. По поводу конкурентов, да, у нас сегодня есть производитель, это ГАЗ, крупный производитель, да, который в Нижнем Новгороде, у него и доработчики их. Есть еще там некоторые производители трейлеров у нас в России, также в Европе есть и в Америке. Но сегодня курсовая разница такова, то что, естественно, иностранное мы ничего не рассматриваем. Не рассматриваем из-за цены, я так понимаю. Они несопоставимо дороже по сравнению с нашими трейлерами. Правильно я понимаю? Да, да. Ну вот о качестве, об этом о цене тоже чуть попозже поговорим. Немного хотел бы уточнить. Вот вы сказали, рынка не было, и он начал формироваться. А когда он начал формироваться? В каком году уже можно говорить, что пошли заказы, там системные заказы, и появился рынок? Ну, по вашей оценке. Ну, я бы не сказал, что и сейчас он как-то сформирован. Просто народ начинает понимать, что трейлеры совсем другие, в отличие от того, что это было в 90-х годах. Технологии не позволяли делать их привлекательными, дизайнерскими такими. Это раз. Во-вторых, вот, допустим, у нас есть сертификат ИСО 22000, ХАСП, то есть мы соответствуем всем требованиям Роспотребнадзора, требованиям пищевой безопасности. То, что сегодня тоже очень актуально. То есть раньше там и раковин не было, и холодильники были не те там. То есть была антисанитария определенный. Народ переживал там, как кушать оттуда. И государство наше не сильно шло навстречу с этим. Сегодня законодательного регулирования в этом направлении как не было, так и нету. Но все больше и больше местные муниципалитеты идут навстречу для того, чтобы уже использовать футраки вместо палаток, шашлычных и так далее. Рафаэль, вот на заднем плане у вас, на картинке, это вот ваши футраки, правильно я понимаю? И так они выглядят? Да. И они разного назначения. Где-то кафе, где-то баня, где-то жилье. Правильно я понимаю, да? Да. Это не все еще модели здесь представлены, которые мы производим. Да, но вот еще хотелось бы уточнить. Вы говорите, в чем их привлекательность? Ну, когда вы рассказывали о ресторанах, что не требуется там серьезных затрат на аренду, на ремонт. Я так понимаю, значит, точка входа в бизнес, если говорить о точках питания, она значительно меньше, если по сравнению с открытием ресторана там в городе на первом этаже какого-нибудь жилого дома, в разы меньше, правильно? Естественно. То есть есть такой сегмент клиентов, которые вообще не с этого бизнеса и хотели решить стать ресторатором. Ну, у них давняя мечта такая. Вот так вот просто стать ресторатором с рестораном гораздо сложнее и гораздо больше рисков. В данном случае ты купить в лизинг можешь за 300-400 тысяч с первоначальным взносом. И у нас также представлено около 10 франшиз. То есть это можешь сделать под ключ. Также у нас есть свое сообщество «Еда на колесах». Мы вместе с этим сообществом помогаем многим клиентам определиться с местом и с другим становлением бизнеса и так далее. Ну да. А тогда возникает вопрос о производстве. Что из себя представляет производство этих футраков? Расскажите подробнее. Вы говорите, что начинали... Год вы, кстати, так и не назвали. Какой год? Мы начинали 4,5 года назад. А, в принципе, относительно недавно. Вот сегодняшняя производство футраков, ну, я так понимаю, у вас, у ваших коллег, которые работают в России, что на себя представляет? Вы получаете, не вы, там, ваши коллеги, какие-то комплектующие из-за границы здесь, я не знаю, красите, сварку делаете? Или это полностью российское производство? Вот расскажите именно об этом. Мы сами делаем корпус, мы сами делаем рамы. Мы вот сейчас еще закупили лазерные станки, гибочные. Мы полностью делаем раскрой металла. Мы красим их, сами делаем холодильники, сами делаем вытяжные зонты. Получается, некоторые комплектующие, да, там, оси, например, мы покупаем в Германии, так как сегодня они самые надежные. Практически все остальное мы производим сами. Ну, да, там, фары там покупаем в Польше. А вот когда вы говорите, холодильники делаем сами, вот что из себя представляет футрак? Вот что в него входит, скажем, дома, кафе? И, ну, холодильник, да, корпус, да, но ведь там еще масса всевозможных деталей и всевозможных приспособлений. Это все тоже здесь делается у нас? Футрак из себя представляет из многих комплектующих, да, потому что разные концепции. Есть футраки маленькие, есть большие, под гастрономическую кухню, просто под готовку. И если брать вот такая кофемашина, там, допустим, и гриле, и так далее, это все, естественно, покупное, мы это не производим. А холодильное оборудование, да, мы корпусную часть и большую часть деталей крупных производим мы, а компрессоры мы покупаем данфос, ведущих производителей, да, это импортные производители. Ну, хорошо, но вот если, предположим, сейчас программу смотрит предприниматель, который заинтересовался, скажем, не использованием футраков, а производством вот таких бизнес-трейлеров, то есть вот сегодня зайти на рынок производства трейлеров, вот как, с вашей точки зрения, это интересная тема? Там, какие первоначальные инвестиции потребуются? Или эта тема только доступна нефтяникам? Вы ведь сказали, мы как бы нефтяники, нефтяники вошли в эту тему, в общем-то, ну, наверное, у вас были ресурсы. Изначально, да, мы много инвестировали в этот бизнес, если честно, мы даже уже не считали, сколько мы инвестировали, и до сих пор мы покупаем станки, выкупаем здания, делаем новые модели, и я бы не сказал, что у нас еще идет какой-то период окупаемости вообще этого направления, так как это просто затяжной такой стартап. После того, как мы уже встанем полностью на ноги, и там будет определенный модельный ряд, и определенный рынок, мы будем работать полноценно, тогда можно сказать, что это будет окупаем. Насчет входа в это направление, не знаю, мы тут круглосуточно, четыре с половиной года работаем, если кому-то интересно, присоединяйтесь. Вот вы говорите, конструкторский отдел, да, вы покупаете станки там какие-то, я так понимаю, ведь это все высокие технологии, и там конструкторы тоже, их надо обучать, надо смотреть, что создавать, как создавать. Это серьезные затраты, и в принципе вопрос даже не о затратах, а есть ли специалисты у нас, устраивает ли качество этих специалистов, кто делает эти футраки, ну я не знаю, как там вы говорите, сваривают, собирают. Есть ли конструкторы, которые готовы с ними работать? Конструкторы есть, вот у нас такие конструкторы, в итоге мы собрали определенный костяк, и сделали очень много таких достижений, вот даже тот же изобретение пневмоподвески, которую мы сделали, расчетанный от трех до пяти тонн, с подниманием клиренса от нуля до четырехсот миллиметров, тоже было интересно. Это сделали не только конструкторские отделы, это начальники производства, это вся команда, мы просто как-то сидели, говорит, а давайте сделаем пневмоподвеску, давайте, а кто им делал, не знаю, ну давайте попробуем. Начали делать, потом на выставке Денис Валентинович подошел, мы показали ему, вот у нас сделана пневмоподвеска, на самом деле она не работала. Потом, так как мы уже ему ее показали, говорю, давай уже надо доделать ее, чтобы она работала. И в итоге где-то еще там месяца два, и у нас появился такой продукт. Теперь мы с пульта нажали, у нас футрак на четыреста миллиметров поднялся. На сорок сантиметров от земли, высоту на сорок сантиметров, да? А когда вы говорили, Денис Валентинович, мантуров, да, вы имели в виду? Да. Ага, прикольная тема, Рафаэль. Ну а вот вы говорите, показывали на выставке, это тоже вот вопрос. А как мы выглядим на этих выставках? В данном случае, ну вот ваша продукция, по сравнению, скажем, с вашими европейскими, наверное, американскими конкурентами. Я не особо силен в истории зарождения футраков, но, по-моему, идея футраков именно из Штатов пришла. Огромная территория, любовь американцев к путешествиям. Ну вот такой большой вопрос задали, начну по пускам. Как мы выглядим, самое главное? Да, мы начинали выступать на выставках с одним-двумя футраками. Сегодня у нас, как я говорил, есть свое сообщество «Еда на колесах». Это куча партнеров, которые купили наши футраки. Мы вместе с ними организовываем все различные футрак-корты в России, в Санкт-Петербурге, в Сочи и так далее. И вот, допустим, у нас на этой неделе будет выставка здесь, в Москве. Мы ставим большой футрак-корт, где будут, помимо футраков, еще парикмахерские, вот салон Крио Капсулы. Есть такая выставка «Пир». Мы там тоже организуем полностью футкорт для питания всей выставки, где проходит до 50 тысяч человек. Там нету никаких других уже футраков, кроме нашего сообщества в итоге. И это делается под ключ, и всем это интересно в дальнейшем. Но мы также участвуем на рынках европейских, на выставках Ближнего Востока. И сегодня представленный дизайн наш, его нету за рубежом такого формата. То есть есть какие-то еще американские предложения, но которые были придуманы еще в 60-х годах, и они почему-то не менялись в дизайне. И они шли от домов на колесах. Мы в итоге изначально создавали футрак, делали высокие потолки, делали его пошире, чтобы удобно было расставить там уплань, холодильник, гриль. Вот с этим дизайном и компоновкой выходим в европейские рынки. И там, естественно, мы более выгодно представлены, чем они же на этом же рынке. Почему? Потому что сегодня курс доллара нам позволяет на этих рынках быть более привлекательным. Единственное, что их отталкивается в Украине. Больше там барьеров нет. Мы уже открыли сейчас представительство в Германии, у нас есть представительство в Норвегии, в Украине, на Ближнем Востоке, в Украине. Мы везде туда поставляем наши продукты. Требуется ли вам, во-первых, поддержка со стороны государства? И пользовались ли вы какой-то поддержкой? Ведь созданы институты, которые помогают предпринимателям, которые работают на экспорт. Там финансовая поддержка, консультационная поддержка. Вы ее замечаете? Московская область нам очень сильно помогает. Как в общем здесь, по области, с предоставлением мест под футраки для наших покупателей, так и, допустим, их внешнеэкономический департамент. Нас возил на Green Week в Германию, после чего мы, кстати, открыли там представительство. Также российский экспортный центр нам помогает. Мы вообще в Германии в итоге стояли с двумя стендами. Один с российским экспортным центром, другой с Московской областью. Также мы с российским экспортным центром ездили в Дубай на выставку «Гайлфуд». Нам оплачивали ее государство, получается. Мы резиденты Сколково. Сколково нам организовала выставку в Дании. Ну, из-за пандемии она отменилась. На следующий год мы... Понятно. Ну, а теперь давайте, наверное, к вопросу, интересующего многих. Стоимость футраков. Сколько они стоят? Ну, вот давайте о конкретном бизнесе скажем. Лавка по продаже, ну, я не знаю, там, гамбургеров, пиццы и так далее. Сколько это может стоить? От 840 тысяч до... Там у нас есть и за 7 миллионов 200 такие предложения. То есть за 840 тысяч можно сделать, в принципе, такой небольшой формат, где будет холодильник, умывальник, такой 7,5 квадратных метров, небольшой формат. За 7 миллионов 200 у нас есть такие уже автоматизированные предложения, где ты с тачпада заказы делаешь или с телефона, там все идет по конвейеру, внутри готовится, ты в телефоне видишь, как это все готовится. Вот у нас такое предложение есть с компанией Пицца Фабрика. Мы вот с ними по франшизе выпускаем футраки, вот уже более 6 выпустили. Сейчас на них, кстати, увеличивается спрос. Да, а вот, кстати, на какие траки наибольший спрос, на какие виды продажи продуктов питания, каких-нибудь товаров, кафе, жилье или на что? Или бани вот те? Ну, бани – это новый продукт, я думаю, еще пока спроса нет, да? На бани тоже есть спрос. Это различные крупные банные комплексы по России. У нас сейчас заказали баню в Швейцарию. И вот здесь вот в наши северные регионы кто-то как частные клиенты купил для себя, кто-то как крупный бизнес для продвижения своего бренда и своих бань или для подачи в аренду. Но также, что мы заметили, во время карантина мы пользовались, ставили их около танхауса. Допустим, не надо никакое разрешение на строительство. Ты спокойно пользуешься этой баней, там у тебя никакие строители не бегают, не строят ее там три месяца. Ты ее просто привез, поставил и пользуешься ей. Это абсолютно автономный, нормальный объект. Мы делали ее в том числе умную баню, где ты полностью регулируешь все голосовым управлением. Но основной спрос у нас, естественно, на футраке. В футраке спрос увеличился в связи с пандемией. Вот во время пандемии я даже звонил одному из своих старых клиентов, что у нас только в самом начале еще покупал первый трак, у него несколько траков. Спрашиваю, вот рестораны в шоке, не знает, как платить зарплаты сотрудник. Он возмущенно так, озадаченно отвечает, Рафаэль, я уже не знаю, что делать, мы хотим писать прощения на Владимира Владимировича спросу и как-то подлить этот карантин до конца года. То есть таких выручек они не видели, как было во время самоизоляции. Он во время пандемии сидел еще в нескольких утрах. То есть пандемия повлияла на динамику спроса очень хорошо в этом плане. А вот если говорить о сроках окупаемости, вот опыт ваших клиентов что показывает? Насколько можно быстро отбить деньги, потраченные, ну скажем, на покупку футрака? Есть такие цифры или это все очень сложно и все индивидуально? В среднем полгода-год. Следующий вопрос, Рафаэль, возникает. Ведь, да, купил футрак, заполнил его, начал готовить что-то вкусное, интересное. Или продавать товары нужные, полезные в нужных местах. Но вот вопросы законодательного регулирования продажи продуктов, питания, товаров. Насколько у нас все это комфортно? По-моему, есть некоторые проблемы. Слишком много бумажной волокиты, да, чтобы начать торговать с колес? Нет, не слишком сложные. Тут закон, как бы, может быть и не урегулирован в этом направлении. То есть сегодня просто нет понятия, что такое футрак. Ты когда приходишь куда-то в муниципалитет, и местный чиновник может это трактовать. Вот если он хочет поставить футрак, он его спокойно поставит. Он просто сделает его как подвид НТО, нестационарный торговый объект. Если он решил не поставить, то скажет кучу аргументов, то, что нету закона, не знаем, что такое. Кто-то ставит, там, давайте тендер и так далее. В итоге он это не поставит. Вот у нас так сейчас происходит в Москве. Они уперты, не хотят ставить футраки. После, наверное, ночи длинных ковшей, вот они так и не отошли от этого. И вот это вот мы все спадаем. Московская область, допустим, максимально идет на встречу. Зовет на все дни города, так как вот сейчас такие палатки отменили. Прямо говорят, выбирайте какое место. Мы его рассмотрим муниципально и его посмотрим под футрак. Они видят преимущество от и поддержки малых предпринимателей, и от того, что ближе, улучшение инфраструктуры просто. Ну, то есть не надо бояться футраков, и то есть это вы призываете к этому. Это не стационарная торговля. Давайте так и регистрировать этот вариант работы. Да. И вот Санкт-Петербург тоже сейчас вот у себя рассматривает вопрос. Там тоже просто сделать, как это торгово-ярбардная деятельность в течение года. И на основании этого спокойно футраки могут стоять на разных улицах в рамках этой программы. Но по закону в любом случае все двигается. Совет Федерации рассматривает. Как раз вот Денис Валентинович совместно с правительством в Госдуму на первое чтение подготовили вот этот законопроект о регулировании выездной торговли. Там очень много плюсов они описывали. Большое количество увеличения рабочих мест, поддержка малосредственных бизнесов. И это помимо этого еще выход на полку фермерской продукции, автолавки и так далее. То есть это прям очень громадное количество плюсов. Но вот на первом чтении, пока это все застряло, вот думаем где-то, наверное, в течение года это потихонечку так уже урегулируется. Найдут там эти пункты, которые там в законе кого-то не устраивали и потихонечку внедрят. Да, Рафаэль, буквально два слова. Времени у нас мало остается. Действительно два слова. Перспективы рынка. Какой будет динамика роста спроса на бизнес-трейлеры? Я думаю, он будет расти. Сегодня как раз опять же пандемия показала, что ничего стабильного нет. И недвижимость это тоже сегодня не самый стабильный сегмент рынка. А футраки это как раз та вещь, которая ты можешь работать сегодня здесь, завтра там, передвинуться на дорогу. У нас есть ребята, кто работал в Омске, переехали в Санкт-Петербург со своими футраками и спокойно продолжает свой бизнес. А есть вообще кто из России со своими футраками, переехал за границу и продолжает свою деятельность за границей. Ну или там в СНГ куда-то и так далее. Это направление будет растянуть. Тут как бы ответ прост. Мы смотрим, как всегда, на Запад и видим только то, что в одном Нью-Йорке там более 50 тысяч футраков зарегистрировано. А у нас в Москве там, не знаю, может 300 там, что-то такое. Ну то есть тут еще... Расти и расти. Спасибо огромное, Рафаэль. Спасибо вам за интересную беседу. Желаю вам от души удачи. Продолжайте это дело. Понимаю, что сложно, непросто. Есть некоторые вопросы. Моим собеседником был Рафаэль Хабиров, основатель компании Мобитрак. Еда на колесах. Рафаэль, до свидания. Спасибо.